Я расскажу о таком корпусе текстов, в которых содержится гипотеза о финно-угорском субстрате в германских языках. Это тексты Дмитрия Владимировича Пубрика. И всего существует шесть таких текстов. Три из них написаны в начале 20-х годов и три в начале 40-х годов уже. И только один из текстов опубликован. Это статья о языковых следах из Кристифона в чуде, опубликованная в 1926 году в Ленинграде. Я кратко постараюсь рассказать о всех этих материалах. Первая рукопись, первые две работы по этому поводу написаны на немецком языке. Первая рукопись хранится в архиве финно-угорского общества в Хельсинки. Она написана в 1923 году. Бубриха отправил ее в собрание финно-угорского общества в качестве письменного доклада. И кроме небольшого отзыва самого Бубриха об этом докладе, у нас нет информации о том, как приняли члены общества. Этот доклад был бы интересен. Вторая рукопись, тоже немецкоязычная, появилась через 52 года, в 1925 году написана. И она хранится в Санкт-Петербурге. В Поне Николая Яковлевича Марра. К ней есть сопроводительное письмо на имя секретаря Академии наук, где Бубрих пишет, что он отправляет рукопись, просьбой напечатать в известях Академии наук. И здесь он тоже пишет о финском докладе, о докладе Финляндии, и о том, что получил самый сочувственный отклик. И были указаны также некоторые промахи, которые исправлены настоящей рабой. Вот он хотел напечатать работу на родине, несмотря на то, что хотел напечатать ее на немецком языке, чтобы было большее количество читателей. И просил не затягивать публикации. То есть это все говорит о том, что он возлагал большие надежды на свою теорию и очень рассчитывал на дискуссию, особенно на реакцию со стороны европейских и индоевропейстов. Но что из этого вышло? Не было публикации, не состоялась публикация в Вестях Академии наук, а публикация состоялась спустя год и три месяца в сборнике Института странной истории литературы языков Запада и Востока, язык и литература. И она состоялась на русском языке, а на немецком. Но это довольно большая статья сравнительно, но, наверное, не совсем то, что ожидал, того, чего хотел Бубрих. И, насколько нам известно, рецензий и откликов тоже на эту публикацию не последовало. В 1926 году он через Романа и Капсона обратился к Трубецкому, послал рукопись с просьбой содействовать публикации на Западе и с просьбой передать мэтру эндоверапевтистике Антуану Мие эту рукопись. И насколько... А, это об этом говорится в письмах Трубецкова и Капсона за 26-й год. Трубецкой отнесся с интересом на скептической к теории, и по его словам такая же реакция была со стороны Мие. Интересно было бы, конечно, увидеть переписку по этому поводу Трубецкова и Мие, поскольку мы знаем письма и Капсону. И, наверное, такая реакция со стороны видных лингвистов повлияла на мнение Бубриха о работе. И вот в 28-м году он пишет, что не удовлетворяет его публикации, но от своей теории он не отказывается. И, тем не менее, он оставил эту тему, казалось бы, совсем, но она вновь стала актуальной во время войны. Когда Бубрих работал, он был эвакуирован в Сыктывкар и работал в Коми-пединституте там. И в архивах Сыктывкара, в научном архиве Коми-научного центра и в национальном архиве республики Коми хранятся следующие тексты. Вот с 42-го года к вопросу о борисской чистоте германцев, и с 43-го года еще к вопросу о борисской чистоте германцев. Интересно, что он мне упоминает в этих поздних работах свои рукописи и даже свою раннюю публикацию до 46-го года. И мы получили недавно вот эту работу, четвертую, из Сыктывкара, и, к сожалению, оказалось, что у нее не хватает последней части, отсутствует какой-то финальный фрагмент. Вот в национальном архиве республики хранится отчет о научно-исследовательской работе по Кафедре, где Бубль работал. И там он сам пишет, что он написал эту работу, и она планируется в печатании в двух изданиях, в Казани, в Академии наук и в Англии. Ну и, опять же, не состоялась публикации в здании Академии наук, и ничего не известно также о публикации в Англии. Кроме того, что, вот да, он пишет, что эти работы были написаны по поручению антифажистского комитета советских ученых. И антифажистский комитет, он как раз имел связи с заграничными организациями. И, собственно, их цель была пропаганда борьбы Советского Союза против фашистской Германии и пропаганда против фашистской Германии. И гипотеза Бубриха, она идеально соответствовала этой цели, поскольку она разоблачала попритязание фашистов на превосходство немецкой нации, арийское превосходство немецкой нации над другими, поскольку, как оказывалось по этой теории, что германцы на самом деле имеют сильного угорские корни. Вторая из сложных работ, и она, кроме архива Коми-Научного центра, есть еще в Санкт-Петербурге, в фонде Николая Собостяновича Державина, который как раз был председателем антифашистского комитета советских ученых. И последняя работа — это четырехстраничные тезисы, доклады на ученом совете Коми-Научного центра института. Такая работа, которая часть тем, что она менее лингвистическая и более идеологическая, то есть там упор именно на то, что гипотеза разоблачает рископрилосходство германцев, потому что она сделана, видимо, для более широкой аудитории, чем не для лингвистов. И нам известны только тезисы, и самостоятельно самого доклада пока что не обнаружено. Мы хотели бы дальше продолжать работать с этими материалами, уже обратив внимание на содержание работ, поскольку там содержатся доказательства, теории, приводятся звуковые соответствия между германскими и феногорскими языками в области согласных. И также даются феногорские этимологии для германских слов неизвестного происхождения. И, как уже, наверное, понятно из моего выступления, что не получила эта теория Бубриха достаточного внимания, и она неизвестна даже тем ученым, которые занимались конкретно этой проблемой, конкретно гипотезами эндоэропейского субстрата в германских языках, конкретно даже феногорским субстратом. Поэтому было бы правильно вернуть каким-то образом эти тексты в научный оборот. Спасибо.